Продолжаем ремонт вот этой красоты на крыше здесь у нас буду силочком от вспышку выключил вот здесь под усилителем как раз вот в этом месте где пальцы залазят вот там находится вот мятина будем лопаточкой по типу китост ласточкин хвост как кто называет вот такая вот система значит кто как был задан вопрос как вот такую красивую форму отвечаю берете где-нибудь на сайте или где-то сохраняете в графическом виде эту красоту обычно там чертежи прикладываются делаете крайку на бумаге приклеиваете и работаете дальше если у кого-то получается прям красиво и сделать вот есть вот такие вот инструменты и как мы видим если будет у нас желание то вот так аккуратно аккуратно с разных сторон можно этот металл вот такой вот мини-мини ватной болгарочкой сделать вот у меня и одна вот под углом угловая там так а другая прямая из них я вот такие вот делаю формы хотя я уже вижу что левая и правая сторона немножко у меня разнят скажем так ничего вот здесь получилось чуть получше но тоже не идеально во-первых с этой красоту не пить надо этим инструментом работать вот допустим лезть где-то под усилочек да там поковырялся здесь вот или же здесь вот под усилителями работать вот для красоты кому надо пусть покупают фирменные я считаю что вот эта китайская отвертка ничем не хуже работа вот это вообще сделано вот из вот такого вот ключа вот это окончание вот из такого ключа малярского идет пистолету получается три вот таких вот хвоста так ладно мы отвлеклись вот оно наше место сейчас сделаем и я покажу опять же я покажу вот такой вот именно таким китовым хвостом надо вот здесь работать вот смотрим что у нас получается вот здесь вот таким вот было вмятина побольше теперь она вот уменьшает здесь как бы она становится менее глубокая но одновременно снимать и показывать не получается вот вылазит здесь вокруг вот как бы орел больше его надо осадить а потом продолжить обнимать вот опять же кто спрашивает как пойти чего я ничего не могу объяснить вот правильно надо поднимать самого глубокого места я не против вот поднимайте но иногда я вот смотрю на вмятина я и как бы пробую инструмент вот и иногда бывает что вот я допустим сейчас вот эту мять буду поднимать и так слева направо то есть со стороны меньше ограждения меньшей глубины к большей но она выходит нормально хотя мог это и неправильно я тут как говорится уроков нету и никого не учу потому что чтобы учить надо быть самому мастером специалистом высшего класса и плюс еще преподавать уметь я просто показываю как это делаю я а там ваша по делать так или не делать вот читайте форум вот кто не хочет учиться а кто хочет учиться поедете от учитесь вас учат делать это правильно по науке так что вот вот так это как бы я все к чему все эти разговоры задали вопрос как вот такой вот хвост как вот опять же им тут работать вот я например этой вмятинки и разберу вот сейчас я опять же буду продолжать стороны меньшего повреждения со стороны меньшей глубины буду идти к большей посмотрим дальше вот очередная часть нашего видео сейчас попытаюсь чтобы фокус навелся вот и что мы видим вот она выходит мятинка чуть-чуть подальше отодвину вот ну еще она видно вот так потихонечку помаленечку не 5 стараясь не делать наколов то есть шишек в обратную плану которая создает неровности вот очень нежно так толкать 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 потихоньку металл вверх плавными такими движениями не в одном месте а так немножко массировать вокруг вдоль поперек вот кто как когда человек главное видеть что ты делаешь и контролировать этот процесс в принципе вот так потихоньку потихоньку вокруг вокруг плясать и все вы видите вокруг этой вмятины образуется как у жирлового лука такие вот части вот их надо осаживать бугорочек такой как ее надо осадить немножко и потом дальше поднимать и тогда будет этот процесс намного легче и аккуратней вот очередной подход мятине инструмент решил убежать вот мы видим что у нас как бы как называют юбка вмятины есть еще и где еще небольшие неровности вот в этом месте вот где был центр вмятины потом чуть правее правее еще вмятина сделана не до конца опять же вот как мы видим все равно след остался как плавный небольшой овраг но в лампе это видно лучше чем я могу снять боку от вмятины как бы она все равно вот ну как вот так вот то есть как бы в мяте вот эти края выплеснутые вот такие края они все равно видны вот они очень плавно да как бы если никто не соображает тут и не поймет что это вмятина но тем не менее вот это вот вмятина серединка надо снять и доработать вот это место 1 2 3 как бы пятенки не как бы а вмятинки есть их надо слегка приподнять опять когда будут приподняться у них будет приподниматься ну так называемая как вот корону осаживаем то есть края а цинк поднимаем ну здесь если так сказать вот такой инструмент сейчас зум уменьшу по максимуму на четверку если вот эти края устраивают можно взять какой-то остренький инструментик с острым окончанием и уже поднимать их потому что вполне возможно что вот этот края будет слишком овальный и слишком тупой и будет под большую поверхность чем нужно а стараться надо всегда попадать такой вмятинки чтобы она аккуратно поднималась смотрим на нашу вмятинку вот я ее когда осадил даже издалека видно тут вот я ее посаживал чуть-чуть и получить что у нас там образовалась вот вмятина в центре опять видите то есть упал металл начало саживать края опять потихоньку и так до сих пор пока либо вам не понравится либо вы ее не найдете вот как говорится на примере на примере вот этой машинке которая сейчас в работе рада да вот я показал и рассказал я не буду называть кому чего дабы не вводить людей в искусы вот продолжаем опять же поднимать серединку и забивать края выступающие то есть все просто бугры забиваем ямы поднимаем в итоге должно получиться ровно ух ты все ну вот смотрим мы наше место это там практически уже все хорошо вот навелась резкость все те же и все только вмятинки практически нет вот на таком увеличении вот четыре раза пожалуйста где-то конечно угадывается допустим снимает он угадает вот она вмятина была но поверьте уже вот я смотрю на блик практике там в одном месте еще можно чуть-чуть здесь все середочки здесь вот и все на которого рядом он она видно а там видно что практически ровно хотя я вижу вот в этом месте еще маленький ток его надо чуть-чуть поднять еще вверх ну обычно и все на примере вот этой вмятинки я постарался как можно более пробное вот снять все это показать еще раз покажу вот наводись резкость вот немножко вот тут среди надо еще чуть-чуть приподнять желобочек вот этот от мятины который остался немножко к там в микронах буквально и все и умера наша готова следующим номером вот это вмятина она уже сидит у нас внутри этого утиля здесь вот такой короб идет вот по краю стекла вот внутри ну там отверстие ездят доступа как бы каждому снимать мы не будем просто продолжим дальше вот она наша вмятина вот она наша вмятина вот я хотел ее доделать и доделал вот приподнял чуть-чуть и теперь она выглядит так как хочется вот издаля я смотрю на блик практически там уже ровнять нечего к сожалению камерой я так не могу это передать снять засвечивается ну все ровно так что вот ответ на вопрос как и чего делать самое главное во всем этом крепение и аккуратность не надо спешить не надо делать преждевременно как бы шагов тех которые потом уже могут повлечь за собой необратимые действия допустим там где-то краска треснет и прочее ну это отдельный разговор вот так что мы вдаля будем ну или там какие-то наколы поделать с которыми потом долго нудная нянь то есть металл по-любому от удара чуть-чуть потянулся да мы неумелыми действиями можем вытянуть еще сильнее как вот ошибка начинающих ребят кто начинает берут там клеем допустим пели грибочек и тянут минилихтором пока он отстрелит стягивает там вот такие шишки огромные потом ее забить ну можно сказать что невозможно ее забить вот поэтому не торопитесь потихоньку помаленечку вот встал аккуратно лучше потратить на вмятину в три раза больше времени потом со временем скорость придет и сделай аккуратно и стараться делать по возможности чтобы не прибегать допустим к пробойникам вот потихоньку потихонку потихоньку 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 развернули и она осталось ровное место но вместе в мять Вот и всё Всем спасибо, пока-пока Вот потихоньку-потихоньку Крыша очищается от вмятины Чтобы снимать тут нечего Вмятины и вмятины Вот это вот можно было Этим будем отдельно заниматься Вот Рутинная работа Здесь просто В месте, где стойка я снимал Здесь вот такой усилитель Находится И я решил для начала немножко Побаловаться клеем Такой цвет интересный Что вмятины практически Теряются Хотя они, вот они На блик На блик Их ещё видно А так, смотришь Когда ничего нету Вот такой интересный цвет у машины Ну, всё-таки Мятины тут есть И дело приходится Продолжаем Ну, тут опять же Работаю я Вот таким крючочком Острым На подвесе Вот на таком Вот он Подвесом отдельно Сейчас я его покажу Может кто-то не видел Всё это делается Берётся Берётся колечко Вот такой патронташек Допустим Надо Вот так повесил Надо вот так повесил Обычно Вот выверенный Мной размер Это вот этот первый Вот так Дрынь Всё, он готово Вот очередной этап Работы Сделал Вот И я Проверяю себя И перечи От гаража Вот здесь В общем-то В темноте Приходится работать И в лампах Не всегда Всё видно Дефектовка На улице Иногда Выявляет Такие дефекты Как бы Которые Иногда Что-то видно На улице Хорошо Иногда Нет Вот Три штучки Я уже Нашёл Отметил Такие Скажем На мой взгляд Дефекты Вот Ну Как сказать Ну Не могу я Снять Тут их Вот Их видно Под определённым углом Поэтому 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 Я Всегда Прибегаю К тому Что после Гаража Вот Я выгоняю На улице Стараюсь Перекрёстно Смотреть Машинку Посмотреть Прежде чем Горется Скажет Что уже Всё В данном Случай Вот Три штучки Я нашёл Сейчас Ещё Посмотрю Вот Полазил Нашёл Я Себе Работу Кто-то Скажет Да Там Придираешься Да Придираюсь Вот К сожалению Лампа Так Освещает Что я Не могу Сфоткать Но Тут Небольшой Эффект Был Вот Здесь Шишечка Маленькая Ещё Осталось Рядом Ямочка Вот Ещё Ямочку Надо Поднять Шишечку Засадить Видно Да Вот Он Мой Палец И Там Эта Шишечка Эта Вмятинка Как бы Я её Заметил Значит Надо Её Устранить Принцип Да Штук Пять Таких Недоделочек Я нашёл Вот При дефектовке И надо будет Их сейчас Доделать Потом уже Переходить Дальше Ну Следом Номером Будет Надо Разбирать Дверь Ну Об этом Потом Вот Она Очередная Недоделочка Моя Как же Выхватить Вот Короче Там Маленькая Такая Вмятинка Осталась Вот 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 Её Надо Взять Острый Крючочек И Чуть Чуть Приподнять В принципе Ничего Страчного Ну Сейчас Доделаем И Вот Ещё У нас Один Дефект Который Поближе Виден Да Надо Чуть Чуть Ткнуть В серединку И Здесь Тоже Самое Но Это Под усилителем Это Уже Китовым Хвостиком То же Самое Вот Здесь Неровность Ещё Осталось Вот То же Самое Убираем Вот Тут Ничего Не Стало Теперь Надо Доделать Вот Эту Часть Жалко Конечно Что Заливает Камера Там Вот На Некоторых Цветах Прям Ну Тут Видно Вот Что Я Бок Осаживал А Серединку Поднимал Потому Что Края Вон Жердочки Вот Так Видны Вот Так Я Садил Края На Срединку Приподнял Ну Всё Что Теперь Можно Крышу Полирнуть И Забыть Вот Что На ней Что-то Было Ну Остаются У нас Чуть Бока Тут Тоже Есть Есть Чуть У нас Есть Тут Мятины Не будем Снимать Тут Гоняться Их Полтора Тут Наберется Ну Естественно Вот Эта Часть Сейчас Нам Надо Разобрать Но Это Уже Будет Другое Кино Всё Это Всё Ну Вот Я Нашёл Ещё Два Недоделанных Момента Вот Видно И Вот Тоже Вот Так Вот Сбук Получилось Что Лампочки Вот А я Их Хватил С Неровности Ещё Надо Сейчас Ещё Раз Доделать Эти Фишечки Чтобы Их Не было Ну Вот Порядок Вот Она Наша Крыша Вот Теперь Надо Заняться Вот Этой Дверью Снять Её Разобрать Тут Удалить Остатки Стёкол Вот Почему Потому Что Они будут Мешать Вот Это Просто Открываешь Закрываешь Всё Это Сыпется Может В глаза Попасть Куда Угодно Ну И Короче Мешает Это Опасная Вся Эта Белиберда Это Надо Всё Поубирать А Для Этого Надо Разобрать Снять Дверь Вот А В двери Как Мы Уже Говорили Там На Особенность Тут Один Шнурик Идёт Куда Того Туда Вниз Вот И Он Без Штекера Поэтому Вот Надо Сейчас Разборкой Двери